всем привет сегодня хочу сделать обзор на наборчик от фирмы нитокс называется набор кружевной букет я не просто буду делать обзор я начну его вышивать мне очень нравится этот набор сейчас я вам расскажу все подробности как я буду вышивать и почему я буду так вышивать в общем я решила заменить здесь канву так наборчик я купила магазине радуга вышивки ссылочки внизу я вам оставлю канву там же я заказывала можно заказать отрез канвы любого размера вот я под заказ заказала канву 14 каунта канва цвайгард размер я 60 на 70 заказала так здесь размер готовой работы 54 на 46 так почему я заказала эту канву раньше вот эти наборчики комплектовались канвой вот кофейного цвета потом стали потом заменили на желтую а теперь они все комплектуются канвой белого цвета белый но белого цвета мне не понравилось сейчас расскажу почему так еще каталог вот них от радуги вышивки так мария искусница мария искусница магазин радуга вышивки совместно с фирмой мария искусница проводят осенний марафон который проходит в группе вконтакте у меня есть видео я в конце оставлю вам ссылочку на это видео и под видео будут все все контакты с магазином радуга вышивки любой желающий сможет вступить в осенний марафон если у вас есть наборчик от марии искусницы с осенней тематикой то вы можете принять участие там неплохие призы разыгрываются так но и сейчас приступим непосредственно к обзору так снимаем все шуршащие упаковки так но здесь обозревать нечего обычная канва цвайгард кофейного цвета очень красивый цвет попозже мы к этому цвету вернемся так здесь в наборе у нас белый цвет белый цвет сейчас я сейчас я сравню размер этой канвы но в принципе так моя где-то по 5 сантиметров с каждой стороны побольше я специально заказывала что был запас вот так самое главное чтобы он не был меньше так вот такая вот белая канва она обязательно мне пригодится для каких-то других проектов иголочка с золотым ушком похоже на гамму иголочка утверждать не могу наверное 24 размера но это так на глаз точно я не знаю вот обратите внимание обратите внимание на рисунок вот эти белые цветы они вышиваются не белыми нитками здесь белого очень мало в основном идут бежевые коричневые цвета и если мы прикладываем вот эти вот цвета вот сюда вот на белый фон посмотрите какие коричневые темные получаются цветы а гортензия должна быть белая но конечно и на белом фоне неплохо получается я видела отшив готовой работы есть группа вконтакте которая называется нитокс и там такие идут споры и в общем то у кого белая канва большинство людей недовольны и даже есть такие кто ругается потому что люди были к этому не готовы когда заказывают не все знают что в наборе белая канва поэтому если вы захотите вышивать такой набор будете его покупать вы обязательно уточните какого цвета в наборе канва готовы вы ее заменить или нет в общем это вам решать я все-таки решила приобрести набор с белой канвой и заменить на кофейную поскольку белая канва 14 каунта она мне пригодится вот посмотрите как контрастно смотрится смотрятся нитки вот видите стол посмотрите какая здесь резкая грань между белым и коричневым а когда к основа кофейного цвета то этого резкого перехода нет мне первоначальный вариант понравился больше на канале у татьяны лазовской есть все варианты и на коричневой канве и на желтой канве и вы можете посмотреть готовые готовые варианты я в поиске набирала и вышла на ее канал где посмотрела отшивы этой работы вот посмотрите как здесь смотрится здесь уже не смотрится это так броско глаза не бросается в глаза и вот белый цвет если мы сейчас вот эти светлые цвета приложим сюда то вот мы видим что белый цвет он на кофейном выделяется и конечно же цветы будут смотреться белее а если мы на белую канву все это приложим все это сливается ничего не выделяется выделяются только коричневые цвета в общем на мой взгляд белый цвет это самый наихудший вариант я не знаю с чем это связано как утверждает производитель наборов нитокс у них нет поставок канвы такого цвета ну в общем не знаю вроде в продаже везде это канва есть так здесь используется 19 цветов мулине принципе мулине не так уж много и и в общем то тогда цена набора будет дорогая если вы еще отдельно приобрести канву но думаю не каждый на это согласится вот хотя набор просто замечательный вот я уже вышивала белые розы от риолис и вышивались они вот на бежевой канве вот такие же ниточки там использовались мне вариант очень понравился как получилось и здесь вот похожие здесь тоже самое я кстати совершенно не устала от этих цветов мне очень понравилось все и вот такой должен у меня получиться очень красивый кружевной букет от фирмы нитокс так теперь посмотрим схему наборов нитокс у меня не было посмотрим схемку бумага очень хорошая не глянцевая бумага как обычная снегурочка на листах формата а3 цветосимбольная схемка я люблю цветосимбольную в принципе цветов немного схемка не сложная хотя немножечко рябая можно было бы ее сделать побледнее можно было бы сделать побледнее или это сами сночки но я сейчас без очков когда одену очки это возможно будет по другому смотреться немножко не так вот ну в общем то нормально чем то напоминает мне схемки риолис что то вроде похоже так ну и ключ где же ключ здесь у нас палитра цветов показана и вот такой вот ключ так ключ можно отрезать кстати хорошо что на отдельных листах я не люблю когда схемы на обратной стороне тоже напечатаны потому что листочки тонкие вот тут вот все просвечивает вот хорошо что на одной стороне и ключ можно отрезать если бы с той стороны была схема то ключ бы мы не отрезали а здесь можно отрезать и его использовать отдельно что сразу мне бросилось в глаза обратите внимание обратите внимание на значки вот треугольник шестнадцатый цвет треугольник и девятый цвет перевернутый треугольник я не совсем понимаю зачем это нужно было делать если у нас всего 19 цветов в фирме золотое руно там и по 100 цветов и значки не повторяются и вот кстати вот эти вот квадратики вот эти квадратики здесь два квадратика здесь четыре квадратика если они все рядом само собой это будет рябить в глазах вообще не понимаю зачем это нужно было делать если такое малое количество цветов и кстати для производителей у которых не хватает фантазии сделать разные значки уж лучше использовать цифры 1 2 3 4 5 и то будет лучше чем перевернутые треугольники можно запутаться вот здесь вот обозначены бленды бленды здесь сразу навешаны на органайзер органайзер обычный стандартный как у многих производителей вот обратите внимание на бленды вот сразу висят две ниточки то есть бленд вот из этих двух ниток вот это удобное решение вот на мой взгляд вот это решение очень удобное я первый раз вижу такое обычно если бленд то мы берем одну ниточку например вот какую вот такую семнадцатую одну ниточку берем девятнадцатую а здесь уже они вместе висят то есть видно вот удобно это так нитки длинные нарезки вот здесь петля перевешивать не люблю перевешивать ну куда деваться ладно я кстати не совсем понимаю ну да так красиво смотрится для чего производитель это делает если потом нужно перевешивать так длинные бы и оставили ну наверное производитель посчитал что это некрасиво но многие так делают это не то что там вот фирма нитокс так делает а многие так делают так про нитки про нитки ничего не сказано нитки или гамма или пнк кирова мне кажется пнк кирова очень надеюсь что не бестекс но это вроде это не гамма очень надеюсь что не бестекс так канва четырнадцатого каунта сейчас посмотрим сколько нити вышивается так схема рассчитана на вышивку в две нити на четырнадцатой канве вышивка в две нити видите если это ниточки пнк кирова то возможно они будут просвечивать потому что пнк кирова они немножечко тоньше чем все остальные нитки да кстати ниточки тоненькие похоже что это пнк кирова нитки ну ладно посмотрим как говорится будем посмотреть титульный лист очень очень тоненький очень тоненький на глянцевой бумаге хотелось бы немножечко такой поплотнее но в общем то мне все нравится за исключением схемы ключа вернее схема сама неплохая а вот ключ у меня вызывает сомнения буду ли я путаться будет ли в глазах рябить я не знаю вот это вот большое количество ромбиков достаточно было бы одного ромба одного треугольника не знаю одного квадрата и остальные значки какие-то другие вот но об этом я вам скажу когда буду делать отчет буду делать отчет и расскажу как продвигается у меня работа в ближайшее время мне предстоит разлиновать канву и приступить к работе в следующем отчете я вам обязательно расскажу подробности о схеме хотя уже многие девочки вышивали этот набор но я не слышала чтобы у кого-то были прям нарекания к ключу скорее всего что привыкают наверное глаза вот значков немного вот поэтому не запутаешься на этом я с вами прощаюсь большое спасибо что посмотрели мое видео все всем желаю удачи с вами была инесса пока пока пока